Рэд, вы здесь, да? Ну, слава богу. Итак, титановые невидимки, друзья мои. Сегодня я хочу с вами поговорить про титан, как вы уже догадались. Но прежде чем нам его увидеть вот таким, давайте поговорим про титан в глобальном варианте. На нашей планете, в ее недрах, титан по распространенности занимает всего лишь навсего десятое место. Согласитесь, не самый выдающийся результат. Но при этом он каждодневно несет просто-напросто титаническую нагрузку и держит наше благополучие, как каменные титаны из песни. Ну, судите сами. Титановые белила. Слыхали? Белила, краска, пластик, упаковка таблеток, бронежилеты, самолеты, ракеты. Везде есть титан. И это только видимое применение этого элемента. А еще всевозможные фотокатализаторы для очистки воды, газовые сенсоры, косметология, медицина, титановые имплантанты. И, боже мой, мы даже дошли уже до того, что научились выращивать искусственные кости на титане. Представляете? Так как же в России обстоят дела с таким, ну, просто каждодневно нужным элементом? Мы с вами обладаем 17% запасов мирового титана. Это, представьте себе, практически одна пятая. В абсолютных цифрах это 500 миллионов тонн. При этом это только те 25 месторождений титана, которые оконтурены, подсчитаны и поставлены на государственный учет. А еще есть, которые не поставлены. По регионам это дело выглядит так. Друзья мои, с огромной гордостью сообщаю вам, что на моей малой родине, в республике Коми, сосредоточена половина всех российских запасов титана. Вы поняли теперь, что Россия — это не только нефть и газ, это еще и титан. Но это все запасы, это очень хорошо. А давайте посмотрим на карту, на которой показано, как мы этот титан добываем. Итак, приготовились? Та-дам! А никак. Мы сейчас не разрабатываем ни одного титанового месторождения. Весь титан у нас импортный. Ну, давайте вернемся и посмотрим, что же за такой богатый титановый край Республика Коми. Республика Коми, друзья мои, это бескрайняя вековая тайга, разрезанная кристально чистыми речушками. Это, друзья мои, окрики оленеводов, которые гонят через тундру свои стада в предрассветной дымке. Ну и, конечно же, это медведи на улицах Воркуты и Сыктывкара. Куда же без них? Но вот так Республика Коми видится где-то примерно из средней полосы. А для геологов она выглядит, как вот такая малопонятная другим людям карта. Геологическая карта Республики Коми. А для технологов, которые разрабатывают технологии обогащения, это дело выглядит вот так. Для нас наша карта – это такая своеобразная таблица Менделеева. Типа таблица Менделеева, простите. И каждый элемент – это новая задача. Как его добыть из порой весьма прозаичной, на первый взгляд, руды? Сегодня мы с вами говорим про титан. Что же с титаном? Титан у нас сосредоточен в двух месторождениях – Пижемском и Ярикском. Почему мы этот титан сегодня не добываем? Ну, во-первых, у нас есть такая абсолютно банальная для России проблема – дороги. Сегодня наш титан вывезти, по всякому случаю, с Пижемского месторождения практически невозможно. Во-вторых, это у нас доступ. Оба наших месторождения представляют собой погребенные россыпи. То есть сверху на этом титане лежит еще метров 80 всякого разного полезного ископаемого. И титан надо оттуда выкопать. Ну, я думаю, вы согласитесь, что в принципе-то при должной постановке вопроса обе эти проблемы – это так, не проблемы, решить их можно. А вот третья проблема технологии, она будет посерьезней. Дело в том, что титан – это не кусок самородного золота, его мало выкопать. Его надо еще из этого песка добыть, то есть разработать эффективную технологию обогащения титан-содержащего песка. Так вот, такие технологии у нас в республике Коми разрабатываются в Институте геологии Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Кто запомнил это коротенькое название, милости просим к нам в гости. Есть такие? Кого ждать? Супер. На входе вас встретят замечательные образцы молочного и дымчатого кварца, некоторые весом под полторы тонны. А коридоры Института геологии, они просто-таки усыпаны уральскими самоцветами, с серебром и золотом и залиты нефтью. А технологии разрабатываются в лаборатории технологии минерального сырья, где сотрудники каждый день думают, как добыть тот или иной элемент, в том числе разработать технологии для получения высокотехнологичных продуктов, вот на таком суперском оборудовании середины прошлого века. А вы думали как? Высокие технологии это удел чистых лабораторий, где ученые в шапочках из-под душа ходят? Нет, ничего подобного, все выглядит именно так. Итак, что же у нас получается, когда мы говорим с вами про титан? Как из песка получить нанотрубки? Ну вот смотрите, у меня тут с собой есть такой, ну смотрите сами. Как по-вашему, что это такое? Ну, песок и песок, да, какой-то такой пыльный вон. Такой, я думаю, можно вы думаете накопать где-нибудь за углом. Нет. Если вы внимательнее посмотрите на этот песок, то там вы увидите всевозможные титановые зернышки. Вот эти вот черненькие, так выглядят титановый титан в природе. А вот эти вот синенькие, это уже титан под электронным микроскопом. Видите синенькие иголочки? Это природный диоксид титана. А от всего остального, желтенького, красненького, зелененького, нам надо каким-то образом избавиться. Как выглядит наша технология? Итак, сначала мы берем песок и смешиваем его с щелочью. Затем эту щелочь переливаем в бомбу. Ну, по-научному она называется автоклав. И ставим в печь и спокойненько отправляемся спать. Но для того, чтобы нам хорошо и спокойно выспаться, для начала надо потратить пару лет на то, чтобы определить, какую щелочь взять, с какой концентрации, соотношение жидкой твердой фазы, температуру, давление, время вытяжки, ну и так далее. Что же происходит, пока мы спим? Представьте себе, друзья, что вот кристалл это как пачка бумаги. Так вот, как под действием ветра эти листочки начинают друг от друга отслаиваться, точно так же под действием щелочи начинает расслаиваться наш кристалл. Постепенно отходит одна вот такая вот титановая плоскость. По границам этой плоскости остаются незавершенные связи и они стремятся как-нибудь закрыться. Ну, оторвышем-то никому неохота быть. И постепенно эта штука сворачивается в такую замечательную нанотрубочку. При этом, смотрите, у нас есть свойства как общие для этой нанотрубки исходного кристалла, так и различные. Ну, тут бумага и там тоже была бумага. Можно порвать, поджечь одно и другое. Но сложить лист пополам проще простого, а трубку сложить пополам уже надо приложить какие-то усилия. Кроме того, вспомните, для чего в школе обычно используют дети такие трубочки. Вот так, только пожестче ее скрутить, после этого клочок оторвать, во рту пожевать и в какого-нибудь соседа замечательно можно запулить. Чувствуете? У нас появляются новые возможности, новые горизонты использования. Примерно то же самое происходит у нас с нанотрубками. Тут давайте посмотрим на основные свойства. Что у нас происходит? Ну, во-первых, химический состав меняется, но незначительно. Появляются водород и натрий. В дальнейшем эти два элемента можно еще обменять на какие-нибудь другие элементы. И тут уже у нас получается широкое поле деятельности. Что касается структуры. Вот эти вот пики слева, они показывают нам исходный кристалл. А то, что получилось справа, там, где эти пики разъехались, это уже получилась нанотрубка. Мы изменили саму суть нашего материала. Ну, а что касается ширины запрещенной зоны, поверхности, это уже нам прямой намек на то, что наши нанотрубки можно использовать в качестве какого-нибудь фотоактивного элемента. Ну, например, при очистке воды. Выглядит это все дело под микроскопом вот так. А в жизни? В жизни это вот такие вот пакетики с беленьким или слегка кремоватым порошочком, в меру пыльненькие. И знаете, что самое интересное с ними происходит? Самое интересное это попытаться с ними пройти в Шереметьевскую таможню. Хотите попробовать? У меня получалось. Итак, является ли наша технология какой-то принципиально революционно новой? Мы свою идею подсмотрели у японцев. Но мы эту идею переконвертировали для того, чтобы она работала для вот этого вот такого пыльненького песочка. При этом эту технологию удалось несколько сократить. Сейчас я вам покажу японскую. Раз мы ее сократили, значит у нас получилось сделать ее компактней, безопасней и дешевле. Но в прошлом году мы пошли дальше. Даже эту свою технологию мы еще модернизировали. Я думаю, что вы все видели ролики или может даже сами пытались провести такой опыт. Засунуть в микроволновку сырое яйцо. Что происходит? Ну да, большой барабум. А мы решили узнать, какой же барабум случится с нашим песком, если его засунуть в микроволновку. Ну, правда, здесь надо взять микроволновку, не каждая подойдет. И взять специальные, ну вместо вот того автоклава, специальные такие колбы, которые называются лайнерами. А идея осталась та же самая. Смешать с щелочью, перелить в лайнер и засунуть в микроволновку. Это позволяет нам очень сильно сократить время нашего приготовления. С двух суток до полутора часов. Единственная проблема – абсолютно перестали высыпаться. Но, друзья мои, поверьте, оно того стоило. В микроволновке абсолютно меняется вариант нагрева. Нагрев происходит значительно быстрее. И это приводит к образованию не просто нанотрубок, а вот такой целой нановселенной. Чего там только мы не нашли. Нанотрубки, нано-проволоки, нано-какие-то розочки, ежики, нано-лизуны и ужас, чего только есть. И все это, все это из вот такого вот невзрачного на вид титан, содержащего песка. Друзья мои, порою достаточно просто задать себе вопрос. А что будет, если? И тогда перед вами может открыться вот такой вот замечательный мир. Ну, и если вы посмотрите на то, что вы видите каждый день с другой стороны, на то, почему вы ходите каждый день, то вы тоже можете получить что-то подобное. А если мы продолжим работать так же с титаном, то мы сможем добиться, чтобы Россия стала мировой титановой державой. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...